В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 апреля 2018 года среда, по одному из старинных 41-й день месяца пробуждения природы, 7526-го лета третейник. В виртуальной студии находятся ваш покорный слуга, ведущий Алексей Орлов и Марина Макарова. Здравия тебе, Мариночка! Здравия, Алексей! Здравия всем нам слушателям! Сегодня мы продолжаем разбирать тему уроки мудрости. Это по счету уже восьмой урок, и будет он посвящен варнам и сословиям. И Марина, надеюсь, нам подробненько расскажет свое видение по этому поводу, что же такое варны и сословия, и чем эти варны и сословия отличаются от тех варны каст, которые нам хорошо известны, ну, не знаю всем или нет, но многим хорошо известны по индийским направлениям, а может быть и не только по индийским. Ну, не знаю, это мое такое представление. А вот как это Марина развернет, мы сейчас и узнаем. Начинаем! Благодарю, Алексей! У нас сложилась уже традиция сказов, но сегодня мне бы хотелось, прежде чем начать сказ, немножко проговорить все-таки тему, потому что тема такая, ну, я бы сказала, не вполне однозначная. И те понятия, которые мы сегодня будем обсуждать, они не вполне вписываются в формат нашего сказа. Почему? Сказы наши мы составляем как описание, ну, я бы сказала, образа будущего, которое мы хотим видеть. Ведь мы же не описываем то, что было там, не составляем какую-то, ну, кальку с того, что происходило, не пользуемся какими-то этнографическими исследованиями в том смысле, что, ну, не составляем картинку прошлого. Нам интересно в том, что мы вот сейчас делаем, попробовать обрисовать всё-таки какую-то модель общества, которая, ну, действительно применима к нашей жизни и которая будет нести какие-то основы неискажённого понимания, ту форму, которая может дать людям более правильный образ жизни, более правильную организацию всех процессов, в которых мы с вами участвуем. Так вот, тема ВАРН и сословий, она не вполне вписывается в описание образа будущего, в какой части. Дело в том, что само по себе понятие ВАРН и сословий, оно несёт некий такой объём информации, который, по нашему мнению, не вполне укладывается в рамке вот этого самого нашего светлого будущего. В чём вопрос? Ну, для начала, наверное, нужно немножко разобраться в принципе в терминологии и в понимании, что, собственно, подразумевается под вот этими терминами. На сегодняшний день слово ВАРН уже прочно вошло в обиход. Многие его употребляют и подразумевают под этим словом, как ни странно, самые разные смыслы. Поэтому мне бы хотелось в первую очередь как-то проговорить понятие самого этого термина, что из себя подразумевают, собственно, ВАРНы. Традиционное, скажем так, объяснение ВАРН в словарях на сегодняшний день — это такой достаточно поздний перевод с санскрита, который объясняет это слово как качество, категорию, цвет. И сам по себе термин обозначает «сословие древнеиндийского общества». То есть ВАРНа и «сословие» большинство словарей соединяют в понятии в своём. Также объясняется, что ВАРН существует четыре, ну, во всяком случае, в индийской традиции. При этом оговаривается, что кроме ВАРН существует ещё такое понятие, как «каста». И вот с «кастами» там всё немножко сложнее. На сегодняшний день индийская культура пришла к тому, что «каст» у них уже более трёхсот. И разнятся они, классифицируются там очень сложным образом. «Касты», «подкасты», там очень много всяческих хитросплетений. То есть мы понимаем, что мы имеем дело с неким живым явлением, которое развивается в процессе жизни. А вот ВАРНы, они каким-то образом сохраняют свою целостность. И вот те четыре позиции, которые ВАРНы оговаривают, они остаётся с течением времени как бы неизменными. Собственно, о каких ВАРНах речь? Индийская культура нам предлагает четыре ВАРНы. Это шудры, вайши, кшатрии и брахманы. О чём вот эти понятия нам говорят? Шудры — это слуги, наёмные рабочие. Это люди, которые не имеют никакой собственности своей, какой-то более-менее существенной, которые не организовывают свой труд, не организовывают никого вокруг себя. Они могут только выполнять какую-то строго оговоренную работу. Вайши — это земледельцы, ремесленники и торговцы. Это люди, которые уже несколько выше стоят в лестнице и социального статуса. И одновременно с этим они проявляют большую способность к самоорганизации и к организации окружающего их пространства. Следующая ВАРНа у индусов — это кшатрии. Это воины и правители. Можно понять из логики распределения этих понятий, что это, можно сказать, следующая ступенька именно в области осознанности того человека, который является представителем следующей ВАРНа. То есть воины и правители — это люди, которые уже способны не только организовать себя, не только организовать людей вокруг себя, но и за счёт своей харизмы, за счёт своей какой-то активной энергии, за счёт своего видения, понимания, умения простраивать ситуацию, умения видеть немножко дальше, глубже, предполагать какие-то ситуации. Эти люди уже способны выстраивать события и, собственно, управлять ходом каких-то процессов. И четвёртая ВАРНа — брахманы. Это жрецы, учёные и подвижники. Это самая высокая, считается, ВАРНа. И к ней относятся, собственно, те люди, которые обладают очень высоким знанием и которые способны к организации не только окружающих их людей, не только к организации каких-то процессов. За счёт своего знания, за счёт своей осознанности и за счёт своей связи с какими-то уже высшими силами эти люди способны выстраивать пространство, эти люди способны выстраивать события. То есть во всех четырёх ВАРНах мы видим проявление одного и того же элемента. это осознанность и это способность управлять собой и управлять тем, что находится вокруг человека. Теперь посмотрим на слово «сословие». «Сословие» — это наше русское исконное слово. Оно достаточно давно употребляется в быту. И то, что оно подразумевает, на сегодняшний день включает в себя очень большое количество понятий. Если брать относительно недавнее время, можно сказать, что количество сословий у нас, таких чётко зафиксированных, было около десятка. Причём ситуация была тоже примерно такая же, как с кастами в Индии. То есть сословия включали в себя ещё какие-то более мелкие подразделения, и по большому счёту количество их было очень большим. То есть десяток — это, скажем, такая основа, укрупнённые какие-то элементы. Ну, я могу перечислить, кто входил в сословия вот уже, скажем, XIX века. Самый нижний уровень — это тяглые люди. Это крестьяне и посадские. Тяглые — это те, кто платил налог. Государственный налог или какую-то форму налога тому, от кого эти люди зависели. Мещане — это горожане, которые тоже платили определённую долю налога. Ремесленники, служилые люди, казачество, разночинцы, купечество, аристократия и духовенство. Вот основные сословия, которые числились в XIX веке, которые после событий XVII века были упразднены. Если мы посмотрим немножко вглубь времён, то, скажем, на начало где-то XI-X века, даже немножко раньше, X века, фиксируется гораздо меньшее количество сословий. По сути, их было три. Это тяглые люди, это служилые и знать. И градация внутри вот этих трёх сословий, она была не слишком разнообразная. Разнообразие появилось существенно позже. Суть сводилась к тому, что большинство людей были зависимы, они именовались тяглыми, потому что они были уже под какой-то разновидностью зависимости и, соответственно, оброка или налога. Часть людей была служилыми, то есть они были приписаны к кому-то, имели зависимость от того, кому служили. И знать, как правило, это бояре и дворяне, которые между собой постоянно соревновались, кто из них достойнее, кто выше и ближе к князю. И князья, собственно. Князья, по всей видимости, это изначально вожди и старейшины родов, которые со временем стали наследными. Так вот, вот эта ситуация, в которой большинство людей находятся в зависимой ситуации от какого-то одного человека или от группы каких-то людей, она представляется нам не очень справедливой. Потому что если мы говорим о государственном устройстве как о державе, то для державы всё-таки важно, чтобы люди не теряли свою самостоятельность и чтобы они проявляли свой потенциал, чтобы они раскрывались, чтобы их деятельность была максимально эффективна и чтобы они имели возможность реализовывать себя в жизни. А вот схема, которую мы видим по историческим событиям, она подразумевает совершенно другое. Интерес государственный не поддерживал развитие естества человека, а скорее наоборот. Всё устраивалось для того, чтобы человек попал в зависимость, чтобы он не работал с полной отдачей. Кстати, даже термин такой интересный есть. До последнего времени он был в ходу. Отработка земли, которую крестьянин не имел сам, а вынужден был работать в земле какого-то землевладельца. Так вот, за пользование этой землёй он обязан был... выполнять барщину. Барщина — это такой добровольный, как бы даровой труд, принудительный. И вот этот труд выполнялся с полной отдачей. И у барщины есть ещё второе название — дебильщина. Вот у меня большое подозрение, что на сегодняшний день то, что мы называем словом дебильщина, это вот очень созвучно с этим словом. То есть это такой, скажем так, невысокоэффективный, непродуктивный труд, за который отдачи ты никак не можешь почувствовать. Так вот, вот эта форма взаимодействия управляющих каких-то людей и людей, попавших в зависимость, из чего она развернулась, как это произошло. Основной территорией, на которой начали происходить эти процессы и, собственно, очагом, была Европа. Именно в Европе в периоде где-то 8-9 века, собственно, возникло вотчинное право, когда землю стали закреплять за определенными людьми и это право стали передавать по наследству. И вот эта фиксация земли за кем-то единоличным, она спровоцировала процесс расслоения общества. То есть возникли землевладельцы и возникли люди, которым нужна была земля, но они ее не имели. И вторым условием развития вот этого процесса была частная собственность. То есть если мы на ранних этапах можем видеть там какие-то общинно-родовые отношения и понимать, что там и собственность, и земля были в общем владении, то вот с где-то 7-8 века Западная Европа, видимо, исчерпала ресурсы земельные и за землю начались очень такие жесткие схватки, можно сказать. Земля была расписана, земля была закреплена за определенными хозяевами и все. К нам этот процесс пришел существенно позже. На нашей территории то же самое начинает прослеживаться уже с момента где-то Киевской Руси, то есть где-то 11-12 век. Общество начинает расслаиваться тоже вот на вот эти сословия. То есть в чем принципиальная разница понятий Варна и сословия, и также и в индийской традиции Варна и Каста в том, что сословие отражает скорее зависимость от государственного устройства, социальную зависимость и разницу в правовом положении человека. То есть общество расслаивается, и люди, которые обладают собственностью, которые обладают землей и которые обладают властью, они выделяются в отдельные группы и начинается процесс подчинения себе всего окружающего населения. Что же такое Варна с этой точки зрения? И почему Варны остаются неизменными? То есть сословия и Касты они разрастаются, они меняются, потому что меняется социальное устройство общества. А вот Варна остается как бы стабильной, неподвижной, вот как она рождена там в какие-то дремучие времена, так по сей упору она и существует. И мы в полной мере можем применить ее к себе. То есть это некое универсальное понятие. И какими бы мы словами ни называли, сейчас придумано несколько версий, как индийские слова использовать по-русски. терминология еще не зафиксировалась жестко, но тем не менее сами по себе понятия уже в обиходе. Итак, если сословие или Каста это отличие по правовому положению людей, то Варна это уже отражение скорее духовного уровня человека и уровня его сознания. Вот принципиальное отличие между Варной и сословием. И как мы уже знаем по кону, все, что рождено, то имеет свой конец и то имеет фазу определенного развития своего. Так вот, рожденные Касты и рожденные сословия они развиваются и со временем трансформируются, меняются, могут совершенно исчезнуть. А вот нерожденное состояние духа и вообще те позиции, которые описываются Варнами, это состояние развития духа через трансформацию, через прохождение определенных ступеней. Сейчас мы обсудим тоже, какие ступени там включаются. Так вот, собственно, Варна описывает некий универсальный процесс, которому нет начала и, по всей видимости, не будет конца. Так же, как нет начала и нет конца такому понятию, как душа и дух. То есть, это нерожденное и умереть не может. Ну и ключевой момент понимания, собственно, чем отличаются вот эти Варновые ступени уже друг от друга, можно сказать, ну, на такой достаточно образной и простой схеме. Каждое из этих состояний соответствует определенному первоэлементу. Ну, первоэлементы мы с вами знаем. Это земля, вода, огонь и воздух. Так вот, по смысловому своему содержанию Варны соответствуют состоянию первоэлемента. И прохождение каждой из Варн, оно связано именно с осознанием, с понятием о том, что из себя представляет этот первоэлемент, как он проявляется в жизни, какие качества он в себе несёт. Без того, чтобы пройти урок понимания и освоения вот этого первоэлемента, человек дальше двинуться не может. В индийской традиции существовал жёсткий запрет на переход из касты в касту и из Варны в Варну. То есть при жизни человек не мог поменять свою ситуацию, своё положение. Хотя при правильном исполнении при жизни всех условий существования в касте и в Варне он мог рассчитывать на то, что при реинкарнации он изменит ситуацию и в случае, если всё было совершено в одном из воплощений правильно, следующее воплощение будет с повышением статуса. Наша традиция немножко более мягко смотрит на эту ситуацию и говорит о том, что при жизни человек потенциально может пройти вот эти ступени роста и может поменять свой варновый статус. Ну, объективно, насколько это верно и насколько это реально, наверное, каждый человек может оценить для себя. То есть путь прохождения варны он не так-то прост. Но для нас принципиально важный момент даже не возможность перехода из одной варны в другую, а я бы сказала достаточно чёткая самоидентификация вообще, о какой варне я могу себя отнести. Потому что в каком бы обществе мы ни жили и какие бы сословия в нём не присутствовали, какие бы условности социальной организации общества мы бы вокруг себя не наблюдали, структура человека при этом никак не меняется. И то, что в природе человека заложено, то и будет проявляться. А в природе человека заложено принципиально его четырёхчастное устройство. То есть мы с вами на предыдущих встречах уже проговаривали тот момент, что состав человеческой сущности четыре элемента. Это тело, душа, дух и разум или сознание. Так вот, каждый из них соответствует определённому первоэлементу. Тело – это земля, душа – это вода, сознание или разум – это огонь и дух – это воздух. Через понимание вот этих первоэлементов можно для себя немножко глубже раскрыть суть этих состояний и понять, а как они проявляются, как они действуют. Ну, например, вот что такое состояние земля? Земля – это прежде всего плотность, и это прежде всего ограничение, что для нас в жизни является ограничением. Мало того, что само тело для нас является ограничением. Основным ограничением для нас являются определённые правила. И, соответственно, человек в состоянии земли он всегда будет организован какими-то внешними ограничителями. Это неплохо, нехорошо, это данность этой фазы. Ну, вот, скажем, если говорить о первой варне, по индийской классификации это слуги, наёмные рабочие. Ну, представьте себе, что вот эти люди будут жить и действовать вне рамок каких бы то ни было правил. Что произойдёт? Развалятся, они просто не смогут существовать, потому что сами себя они организовать не могут. Соответственно, условия их жизни – это состояние земли, это состояние жёстких ограничений, в которых они чувствуют себя комфортно. Если слуге объяснил алгоритм действия, если объяснил, что ему нужно сделать, как, в какой последовательности, в какой срок, всё будет замечательно. Если этого не сделать, можно либо не дождаться результата, либо результат будет далёк от ожидаемого. Поэтому вот эта категория людей, она остро нуждается в каких-то правилах. С другой стороны, прямо противоположное ей состояние брахмана, жреца, учёного или подвижника. Это состояние воздуха. Но воздух это прямо противоположное состояние. Там нету никаких ограничений. Наоборот, там широчайшие возможности открываются. И если учёному или жрецу поставить какие-то рамки ограничения, он не сможет просто реализовывать себя, он не сможет действовать по ситуации, он не сможет каким-то образом реализовать задуманные свои вещи. То есть для этой категории людей не нужны никакие рамки, потому что они сами могут организовать процесс, они сами видят причины и следствия, они сами выстраивают алгоритм действия, сами ставят себе какие-то сроки, задачи и так далее. То есть это принципиально разное состояние ведения той или иной деятельности. И то же самое и с людьми второй и третьей ступени. Вода и огонь точно так же проявляют определённые качества. Что такое вода? Вода — это взаимодействие, вода за счёт своей текучести и все проникновения, она способна объединять, способна соединять несоединимое, сливать всё, связывать и создавать нечто новое через это объединение. Поэтому люди, которые соответствуют варне воды, в индийской версии это вайши, чем они занимаются? земледельцы, ремесленники, торговцы, если так по самой варне брать, это люди, которые выстраивают какие-то взаимосвязи, это которые коммуницируют преимущественно в горизонтальном плане, между собой, между отдельными группами, выстраивают какие-то взаимодействия. Вот вам функция воды, а чем занимаются люди огня? то есть собственно управленцы, воины, по нашему витязи, это люди, которые способны защищать, очищать, выстраивать какие-то определенные программы, действия, направленные к определенной цели. и вот здесь функция огня проявляется как функция трансформации, то есть из одного состояния они могут произвести некое другое состояние, поменять ситуацию, разделить, разобщить, в каких-то случаях уничтожить, вот это проявление огня. и в силу того, что управленческие кадры находятся вот именно в этом состоянии, методы их действия чаще всего выглядят как разрушительные и построение какой-то определенной линии всегда требует включения в процесс людей, способных к альтернативным действиям, то есть правитель, всегда должен иметь какого-то советника, какую-то группу, которая умеет выстроить ситуацию под вектор самого правителя. Вот это понимание проявления первоэлемента в каждой ступени, оно дает более четкую градацию, собственно, чем отличаются варны между собой, и дает базу для понимания каждым человеком, а, собственно, к какой варне он может отнести себя, как он себя по жизни проявляет, как он себя ведет, как ему комфортно в этой жизни присутствовать. Но наслоение понятий варны и сословия на сегодняшний день сыграли очень злую шутку. Когда мы говорим, что первая варновая ступень это в основном тяжелого физического труда и выстраивается образ такой нелицеприятный, большинство людей сразу инстинктивно не хотят видеть себя принадлежащими к этой варне. Их можно понять, конечно, осознать себя как существо какого-то низкого разряда, большинство или гордыня, или самосознание просто не позволяет это сделать. А вот если посмотреть на это с другой стороны, что когда общество сбалансировано, когда каждый из членов этого общества несет какую-то свою задачу и деятельность его равна, важна с деятельностью всех членов общества, тогда вот эта самоидентификация происходит несколько легче. То есть если ты понимаешь, что труженик, кормилец, творец, на своем месте, пусть он маленький творец, но он творец, он не менее важен, чем воин, чем ученый, то тут процесс понимания, кто же я, проходит, скажем так, мягче. и я думаю, вот эта схема, она должна быть более понятна и более приемлема для людей, поскольку идентифицировать себя с той или иной варной человеку необходимо в обязательном порядке. Дело в том, что пока человек не поймет, кто он по сути своей, пока он не разберется, где он находится в личностном развитии, он не найдет своего дальнейшего пути, он не сможет понять, куда двигаться, как двигаться и какие действия от него требуются, чтобы совпасть, ну как мы говорим, с коном прародителя, чтобы влиться в эту единую реку жизни и занять свое правильное место. То есть для понимания своего движения сначала нужно определить себя. Как это сделать? Сделать это можно вот по определенным параметрам, по определенному своему состоянию, по своим каким-то проявлениям, талантам, склонностям. Так или иначе, но каждый человек приходит в жизнь с определенными дарами. И эти дары проявляясь в жизни помогают ему для вот этого самоопределения. Через тот дар, с которым человек пришел в жизнь, он способен раскрыться наилучшим образом. И в том числе вот этот дар, он как правило связан с каким-то из первоэлементов. То есть профессиональная принадлежность, она также классифицируется через свойства первоэлементов, через то, как они проявляются. Ну, скажем, как проявляется огонь в профессиональном смысле. Огонь земной это люди, которые умеют трансформировать элементы из исходного состояния в какое-то совершенно новое. Например, гончар или кузнец. Они берут исходное состояние, какой-то природный материал и проводя его через огонь трансформируют его до такой степени, что ничего общего с исходным там уже нет. Ну, допустим, руду взяли, переплавили и сделали какое-то металлическое изделие. Вот это проявление огня. Это проявление тех людей, которые через огонь нашли свое профессиональное применение. И, соответственно, они знают огонь лучше, они понимают его стихи, его природу, его особенность. Эта природа есть и в них, потому что мы никогда не увидим снаружи то, чего у нас нет внутри. И вот по принципу вот этого отклика можно себя определить, какой стихии ты ближе, с чем ты лучше взаимодействуешь. И, соответственно, уже отсюда делать какие-то дальнейшие выводы. Можно сказать, что в течение одной жизни перейти полностью в какую-то другую позицию, то есть набрать качество другого элемента потенциально можно, но вы сами понимаете, что это достаточно сложно. То есть человек, который вошел в жизнь в состояние земли, выйти в состояние воздуха, ну это можно сказать жизненный подвиг. И, безусловно, это возможно. Но сколько на это нужно усилий, как в этом нужно трудиться, и сколько это займет времени и сил, ну, очень трудно сказать. Мы остаемся в том понятии, что, да, эта дорога открыта, каждый человек может изменить себя, для этого нужна только очень большая уверенность и очень большая воля, желание идти в этом направлении. Вот. Ну вот такая вот немаленькая водная часть, Алексей. Душевненькая такая водная часть, да. Что делаем дальше? Ну, сейчас я хотела, как было обещано, почитать очередную порцию сказа. Вот. Мы сегодня продолжаем сказ о Яромире Сматрёной. Вот. Почему очередную порцию? Потому что сказ обещает быть длинным. Сегодня мы будем слушать продолжение продолжения. Вот. Но это ещё не последняя часть. Сюжет будет развиваться. Поэтому сегодня мы слушаем ту часть, которая имеет отношение к нашей сегодняшней теме. Чувствую, рождается у нас львица толстая. Давай тогда я запущу небольшую отбивку, после этого ты уже произнесёшь волшебные строки. А теперь читаем сказ. Да. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжение слушайте в следующей части.